А творческая студия позитивного мышления и седопозитивные мысли Татьяна Салмановна Макту, Сайфу. На чем мы с вами остановились? Я стала рассказывать по поводу сеансов. Сеансов Сергея Сергеевича Коновалова и исповедей. То есть одно время Сергей Сергеевич говорил, что нужно писать исповеди. Потом как-то все это сошло, в общем, как-то более просто стало. А одно время я много лет ходила на его сеансы, более 10 лет. В общем, мы исповеди. На основании он читал исповедь человека, пациента. И на основании этой исповеди ставил ему такой, скажем, космический диагноз. Можно так сказать, своими словами я пересказывал. И говорил, что он вносит в эту космическую, так скажем, звездную карту человека уже в определенную, так скажем, по... В общем, он, как говорится, он говорил так, он определял основной источник заболевания человека, вот. И вносил уже в эту космическую карту. И на сеансе, на сеансе вызывал, вызывал группу пациентов, огромное количество пациентов. По разным группам надо было вставать, вот, на этом сеансе. Ну, так что, вот, вот такие вызова. Ну, что? Книжечка. Какая у меня очередная книжечка? Ну, эту книжечку с вами уже... А, ну да, «Энергия изобилия», «Самлайн», в моей сумочке. В моей волшебной сумочке книжечка «Энергия изобилия», «Психотехники», «Медитации», «Визуализации», «Искусство жизни». Смотрите, открылась на 122-й странице, вот так вот открылась. Думаю, на какой странице откроется? Упражнения «Созерцание символов счастья». Очень интересно, правда? Следующий этап этой техники – концентрация взгляда на символов счастья, удачи, благосостояния. Но пусть этими символами не будут там 100-долларовая бумажка или дорогой автомобиль. Символ должен отражать вневременную и надвечную природу счастья и изобилия. Одним из самых могущественных воздействующих символов счастья и удач является Шри Янтра. Слово «Янтра» означает «инструмент». Человеческое тело есть священная Янтра, посредством которой мы связываемся с Божественным. Обычно Янтры представляют собой мистические диаграммы. Янтра, подобно священной формуле мантры, обладает силой влиять на состояние тела, энергии и сознания. Мантра является звуковым воплощением энергии, а Янтра – ее зрительным воплощением. Подобно тому, как звуки музыки могут быть записаны нотами, так же и мантра может быть изображена соответствующей Янтрой. То есть мантра может быть запечатлена, изображена соответствующей Янтрой. Мантры советует Наталья Борисовна Правдина читать там по 108 раз. Разные Янтры используются для различных целей и им посвящены выполнению определенных задач или функций. Процесс духовного развития можно существенно ускорить с помощью вхождения в резонанс с духовными энергиями. Янтры отражают более тонкие уровни действительности, они рецептворяют чистую энергию. Как интересно, да? Не следует наносить на металл, медь, серебро или золото, поскольку металл лучше удерживает тонкие виды энергии. Однако Янтры на шелке тоже достаточно эффективны. Однако Янтры на шелке... А, так-так. Вы можете визуализировать Янтры внутри своего тела. А начертание Янтры само по себе является особой психотехникой. В Тантре любые предметы и явления рассматриваются как своеобразные Янтры. В Тантре. Интересно. В Тантре предметы и явления рассматриваются как своеобразные Янтры. Даже вся Вселенная представляется как одна бесконечная космическая Янтра. Особую роль имеет практика, при которой индивидуальное сознание адепта воспринимается как Янтра. Сложные Янтры называются мандалами. Они состоят из многочисленных узоров и различных иконографических изображений. Пишет Санлайт в книжке «Энергия изобилия». Это книжка из моей библиотеки. Так что вот. Олицетворяющие различные энергии космоса. Мандалы отражают всю полноту космоса, совмещая в себе противоположное начало. Землю и эфир. Статику и динамику. Смотрите как. Землю и эфир. Статику и динамику. Мандалы помещаются в сакральных местах, храмах, алтарях. Их рисуют на камне, дереве, металле, песке. В велической культуре широко используются принципы сакральной геометрии. Диаграмма процветания и удачи Шри играет важную роль в индивидуальной практике в коллективных медитациях, направленных на исправление судьбы человека или группы людей. Как интересно пишут. Символ счастья является ключом к сфере счастья. Начинает работать при длительном сосредоточении на нем, что достигается практикой взор орла. В конце, вкратце, этапы этого упражнения можно описать следующим образом. Подготовительный этап. Так, ну хорошо. Голографическое устройство Вселенной. Вот, кстати, мне нужно это изучить. Я это голограмму. Я все у Джона Кеха. Я с 2003 года. Татьяна Сталмана вот эту голографическую Вселенную с 2002 года изучает. Еще по Джону Кеха. Так вот, Джон Кеха объяснял. Здесь уже пишут. Давайте здесь почитаем. Так что у Джона Кеха я читала это в книжке «Посознание может все». Вот. За последние десятилетия новые открытия в физике и биологии коренным образом изменили взгляды ученых на Вселенную и человека. Значительно сблизили эзотерические и посвященческие учения и физическую науку. Механический подход к строению Вселенной, согласно которому все от атома до планет состоит из отдельных плотных частиц. Оказался несостоятельным в свете теории относительности и теории поля. То, что раньше называлось вещами, теперь рассматривается как волна. Энергетические и информационные поля, кстати, о которых информационные поля, знаете, о которых вот, кстати, Сергей Сергеевич Коновал, я тоже загружал его видео, как он и говорит, молекулярная медицина. Я, в общем, как говорится, в общем, нам на сеансах много что об этом такого говорил, но, к сожалению, я не могу вам так вот произвести. Вы лучше почитайте там кое-какие некоторые его видео, которые есть на Ютубе. Я загрузила на моем странице ВКонтакте, Татьяна Салмановна, через Дефис, Мактум Салькудин, через Дефис, кто, кто интересует, вы там пролистаете вниз. Наш мир сделан не из плотных кусочков вещества, но из-за переплетения волн и взаимосвязанных полей. А теперь вся Вселенная представляется как поток или поле энергии и сознания. Как поток... Так, еще раз. То, что раньше называлось вещами, теперь рассматривается как волны, энергетические и информационные поля. Теперь вся Вселенная представляется как поток или поле энергии и сознания. Нельзя разделить его на части. А если не существует какой-то части, то мы не отделим неотделенные части чего-то целого. А, вот там вот и шла речь. Поэтому, в общем, да, поджоноких, мы сами есть целое. Голограмма – это лучшая модель для разъяснения целостности взгляда настроения Вселенной. Каждая часть голограммы – точное отражение целого. И каждая часть может воссоздать весь образ. Я вот это читала уже. У Джона Кеха я это уже читала. У Татьяна Салмана это уже читала. Ну, в общем... Если разбить пластинку, на которой запечатлено голографическое изображение, например, ваза, то маленький осколок даст такое же изображение вазы. Вот. Конкретно, как говорится. Современные нейрофизиологи считают, что мозг также работает по принципу голограммы. Он структурирует, обрабатывает и передает сенсорные сигналы по системам организма. Так, что каждый фрагмент может воссоздать картину целого. Так же функционирует и Вселенная. Если Вселенная – это голограмма, то каждая ее часть отражает целое. События, которые кажутся разделенными пространством и временем, неразрывно связаны между собой. Это совпадение с посвященческим учением, согласно которому энергии, существующие в космосе и управляющие процессами в Вселенной, также существуют в микрокосмосе, как наверху, так и внизу. Развивая сознание изобилия, мы впустим в свой быт простоту и возвышенность. Это что, я перериснула туда же? Куда я перериснула? Так. 128-я страница. Развивая сознание изобилия, мы впустим в свой быт простоту и возвышенность. Пробудится глубинная любовь и укажет нам путь сердца. Чтобы познать, как рождается ощущение жизни и как оно открывает новые смыслы, попробуйте практиковать медитацию, которой более 2000 лет. В ней используются фразы, образы и ощущения, пробуждающие любовь, доброту и дружелюбность по отношению к себе и остальным. Вы можете сами убедиться, насколько она для вас полезна. Повторяйте ее каждый день по 10-15 минут на протяжении нескольких месяцев. В начале эта медитация может показаться вам слишком простой и безвкусной, и даже вызывать раздражение. В этом случае вам надо быть терпеливым и заботливым по отношению к себе. Забудьте о своих планах и заботах, затем повторяйте про себя следующие слова. Это я уже отрывок где-то читаю. Я наполняюсь светом любви, я наполняюсь теплом доброты, я умиротворена, я счастлива. Повторяйте эти слова, представьте себя всеми любимыми, людьми, природой, небесами, Богом. Пусть слова рождают чувства, а чувства ткут образы. Пусть слова рождают чувства, а чувства ткут образы. Создайте свои фразы, и пусть они наилучшим образом раскроют в вашем сердце доброту. Нежность и любовь. Повторяйте снова и снова эти простые слова, пока чувства не наполнят тело и разум. Практикуйте эту медитацию постоянно, пока не ощутите, как возрастает в вас любовь и доброта к себе. Затем распространяйте медитацию на других, представляя их образы и повторяя эти слова. Ну, в общем, так. Бег счастья. Да, я читала, это так интересно вообще. Бег счастья. Золотая сфера. Есть очень много всего. Мистерия. Это энергия изобилия. Энергия изобилия. Книжка Санлайта. Золото. Кристаллизованная энергия изобилия. В древности великие посвященные разработали эффективные психотехники, учитывающие единство человека и Вселенной, макрокосмоса и микрокосмоса, и полагающие, помогающие обрести гармонию с миром, процветание и самореализацию. Они также создали мощные психогенераторы для привлечения и удержания этой энергии изобилия. Это храм Соломона, египетские, китайские, индийские пирамиды, ведийские алтари и другие большие и маленькие творения, которые современными обывателями воспринимаются как бессмысленные архитектурные эксперименты древних. Что-то я пойду посмотрю. Загрузилась ли у меня видео, там загружаю видео, так что дальше сниму сейчас в другой комнате, в моей другой комнате. Как я здесь получаю, тебе нужно собирать это вот так вот. Более надо поближе, знаете, себя как-то поближе заснять, потому что, видите, как я открыла, открыла, сюда можно еще такое поставить, более такое делаю, поставила картину, обратите внимание, моя такая эксклюзивная картина, озеро называется. Что-то вокруг такой бэкграунд, такая красота, ах, это глубизна. Ах, это такая такая оргазмическая, этих оргазмических потомков. Школа очарования, ах, это школа очарования. Ах, это Бали, ах, это школа очарования. Даже сегодня тут немножко пахнуло, эти сигары, ах, этот миллиардер. А, кстати, вот что хотели, как-то отвлеклись от темы. Хотели с вами обсуждать такую тему, как живет, в общем-то, порассуждать на тему, ну, знаете, такое, как же живут вот эти вот миллиардеры, которые, знаете, в этом топе-стопе списка форс, которые, знаете, могут все очень многое-многое позволить. Знаете, как-то порассуждать, подумать на эту тему. А почему бы нет? И как-то отвлеклись. На что мы отвлеклись? А, мы отвлеклись, здесь такие были, ну что, они штучки уже разгрузили, это же не пинуло. А, туда они сложили. Приготовили все там для каких-то этих, там ремонтной работы пробудется. Они там эту штучку сделали, песка, в общем-то, ремонтная работа. В общем, машина там, ДПС уже уехала. Так что вот. Так что вот. Давайте я столик сюда еще поставлю, такой столик. Да, сейчас не снимаем, на таком троне-троне. Да. Вы смотрите на таком троне-троне. что это как-то красиво супер красиво листа получилось кстати там здесь можно здесь тоже на как-то вот я что за снимаю сделал так красивый бэкран у тебя чтобы и дышу найти как пряменько и дышу свежим воздухом открыла на этом а это уже полоза сняла сняла с половины знаете этого окна мой балкон это занавеску оформление эксклюзивное чем так распахнула в общем дышу кузьмой как гуляю гуляю на моем балконе открывает он балконный дверь дышу свежим воздухом наслаждаюсь собой жизнью природой шикарной летней погодой в санкт-петербурге так что вот заснимаю очередные мои программы мать полческой студии позитивного мышления вообще хотела чисто вот так вот подвинуть например трон туда ближе вот был красиво правда вот да но здесь у меня кровать здесь она тоже то есть как-то нужно менять тогда в общем расположение нужно расположение тогда вообще мебели так было бы конечно более удобно поскольку это огромное количество видео снимаю вот такие вот дела а хоть и художки и художки красотки художки с вами татьяна салмановна макту сайфы фото потому что у меня фото делается делаю я фото моим этим ноут ноутбуком посмотрим мне здесь как-то не очень фото я прошли сделала как то вот это вот вот так